Всем привет! У микрофона, как обычно, я, Амортис, и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня в нашей программе клёвый Tower Defense, пластилиновые герои, градостроительный симулятор, взрывание желейных гоблинов, обучение езде по правилам и раскачивание на крюке. Поехали! Итак, начну с игры Metal Slug Defense. Да, это Tower Defense, но весьма хороший и со своей изюмингой. Во-первых, достаточно необычная рисовка. Нет, не графика, а именно рисовка. Местная техника явно создавалась под влиянием какого-то стимпанка или похожего жанра. Во-вторых, сама концепция. Если в привычном Tower Defense мы только пассивно обороняемся, то здесь наша задача не только не дать врагу разрушить свою базу, но еще и раздолбать базу вражескую. Получается этакое перетягивание каната с кровью и взрывами. И это хорошо. Вторая игра Heroes A Grail Quest. Это, в общем и целом, нечто очень похожее на всеми любимых героев меча и магии. Тоже пошаговое перемещение по карте с тем же пошаговым боем и сбором отрядов. Вот только графика тут какая-то пластилиновая, что ли. В смысле здесь 3D-модельки, но деталей у них, на мой взгляд, маловато. Что непонятно вообще, хорошо или плохо. С одной стороны, поначалу отталкивает, а с другой больше пространства для фантазии. Советую заценить всем любителям героев, авось понравится. Далее игра под названием 1849. Она про Америку времен золотой лихорадки, но, в общем-то, и не про лихорадку. Это градостроительный симулятор, где тебе предстоит строить и развивать города. Что интересно, тут есть некоторый элемент SimCity. То есть мало построить город, надо еще и наладить инфраструктуру, позаботиться о людях, следить, чтобы все работали правильно и там, где нужно. Есть несколько компаний в разных частях страны и, в общем-то, игруля неплохая. Следующим номером нашей программы логическая игра Goblins. Вообще, на первый взгляд может показаться, что это какая-то полная хрень. Тапаешь по гоблинам, они лопаются и, в общем-то, все. Однако, очень быстро появляются нюансы, которые делают игру интересной. Гоблины лопаются от рикошета от уже лопнувших, растут, забирая твои ресурсы и все такое. Короче говоря, очень быстро выясняется, что это не совсем игра для дошколят, которым мамка купила смартфон. Вернее, конечно, и для них тоже, но и нам с тобой там будет весело. Кстати, о школе. School Driving 3D. Это симулятор школы вождения. Конечно, он сильно упрощен. Здесь задействованы только основные правила, такие как тормозить на красный, не выезжать навстречу и включать поворотники. За езду по правилам и выполнение миссии тебе будут даваться очки, за которые потом можно будет разблокировать новые легковушки, а также автобусы и грузовики. Графика в игре, честно сказать, так себе, а искусственный интеллект у водителей, встречных машин и того хуже. Но, тем не менее, игра хорошая. А еще есть фри-плей, где можно гонять как вздумается. Ну и последний пациент – игра Mickey Hooks. Это весьма динамичный платформер, в котором нужно собирать монетки, уворачиваться от злых хреновин, освобождать чувачков и не наскакивать на шипы. Отличительной чертой являются разбросанные по уровню платформы, за которые можно цепляться крюком и раскачиваться на нем. Вообще, это довольно весело, а вместе с динамичной музыкой и вовсе делает геймплей увлекательным и ненадоедающим. На сегодня у нас все. Если понравился обзор, подписывайся на канал, ставь лайки и комментируй. С тобой были Николай Подкурский, Федор Амордис и обзоры от Mob.ua. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok